Член Совета Республики Национального Схода Республики Беларусь, старшиня Гомельской областной организации Червоного Крыжа Алла Смоляк провела сегодня правую телефонную линию. Сирот питаний, которые хваляют ЖХРУ регионы, перевод домов на электрический обогрев, работа с инвалидами и отримание ваучеров после перенесенного заболевания на ковид. Тему оказания допомоги тем, кто имеет это потребность, протягнут наши корреспонденты. Отримание ваучеров обладает одно из самых расповсюдженных питаний, которые люди огучают подчас телефонных звонков областную организацию Червоного Крыжа. Не до полтора года тому организация стала набывать подарочные сертификаты для тех, кто перехворил на коронавирус и оказался в складанной экономической ситуации. Не все переносят захворывание бессимптомно, шмат кому необходимы достатково значные средства на леки для обновления здоровья. В теме боротьбы с ковидом у Червоного Крыжа сейчас особливая увага, как допомогать медикам и не оттягивать их от выполнения основных службовых обовязков, у некоторых поликлиниках у выходных контроль начали работать волонтеры. Кирилл Дедушко учится в Гомельском медицинском колледже. Змена у первой поликлиницы протягивается три годины. Потом пройдут и другие наученцы. Моя задача меряет температуру. Также я еще направляю пациентов в различные кабинеты, если они заинтересуются. Контроль за здоровьем наведывальников тем больше необходим, что не глядяши на ковидные обмежевания, колькость пациентов немаленькая. От вымерения температуры тела отмавляются вельми редко с посылающейся, что самостойно проводили эту процедуру дома. Разом с тем, у поликлиницы звертают увагу на той факт, что стало значительно больше жадающих зарабить прищепку. У опошний час до властного здоровья люди стали относиться больше отказно. Мы видим в последние несколько недель повышенную активность нашего населения. Уже не нужно отдельно приглашать кого-то, зазывать. Люди идут очень активно в наш прививочный пункт, который в торгово-развлекательном центре «Кристалл». Идут в поликлинику. И у них проявился интерес. Если раньше они размышляли, стоит ли прививаться, то теперь они идут уже стойко с сознанием, что да, мы идем вакцинироваться. Кризисный центр Гомельской областной организации «Червоного крыжа» открыли в 2019-м. По коль это одиная такая установа в Беларуси. За минулый час тут отримали допомогу больше, как 90 человек. Увагуле основный контингент центра – люди, які опынулись у складанной житевой ситуации. Неде месяц тому специалисты организации распрацевали и надруковали достатково великим тиражом памятку для людей, які жадают полепшить свое жите. На некольких сторонках уся необходная для этого информация. Этот справочник был подготовлен для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, то есть людей без определенного места жительства, освободившихся из мест лишения свободы. И в этом справочнике собрано как можно больше информации для этих людей. В этом справочнике они могут узнать, где можно получить какую-то помощь от Красного Креста, где поесть, где переночевать, получить одежду какую-то. И в то же время, если необходима какая-то работа, тоже здесь все описано, в какую организацию человек может обратиться для получения вакансий по работе. Получить медицинскую помощь. Тоже здесь собраны все учреждения здравоохранения, где человек может получить эту помощь. Олег Синтеров, Дмитрий Котов, Валерий Гопанько, Телерадио, компания Гомель.